Ульяновская Беларусь выстраивают беспрепятственное сотрудничество. Вопросы импортозамещения и кооперации обсуждают в эти дни в регионе. Коллегам из дружественной страны провели экскурсии по ряду предприятий, где рассказали, как идет работа в условиях западных санкций, как выстроена логистика и где наши индустриалы закупают сырьем. В первую очередь делегация отправилась к резидентам Димитровградского индустриального парка «Мастер». Площадка для бизнеса базируется на пустующих площадях автоагрегатного завода. Димитровградский арматурный завод – один из главных резидентов, открылся в период пандемии. За это время предприятие по выпуску арматуры для самонесущих изолированных проводов не только вышло на полную мощность, но и открыло три дополнительных цеха. Не смогли оставить без внимания и завод «Полесье». Это первое в России производство детских игрушек белорусской компании. Выпускают здесь 2800 наименования игрушек для детей разного возраста – от двух месяцев до 10 лет. Исчезновение с российского рынка иностранных брендов игрушек компании пошло только на руку. Ассортимент конструкторов расширяется. «Важно отметить, что вот это оборудование, которое приобреталось для расширения этого проекта, было приобретено тоже в рамках программы поддержки моногородов, которым Димитровград является. И фонд развития моногородов федеральных предоставил беспроцентный займ на приобретение оборудования термопластов». В Центре медицинской радиологии осмотрели отделение радионуклидной терапии, циклотронно-радиохимический комплекс и многое другое. В Димитровградском центре уже приняли первых пациентов из Беларуси. Сейчас же стороны прорабатывают проект так называемого медицинского туризма, по которому пациенты из союзного государства смогут получать медицинскую помощь в Ульяновской области. «Медицинский центр, который действительно является одним из лучших в мире, который обладает самыми уникальными технологиями, которые позволяют делать главное – лечить людей. Это очень важно. И, конечно же, мы сегодня будем работать над тем, чтобы мы совместными усилиями нашли возможности также и лечения в этом центре наших белорусских граждан, которые нуждаются в этом». «Основой современного развития отношений между государствами нашими дружественными и в том числе между государствами по советской республике – это тот самый медицинский туризм, про который Вероника Игоревна Скворцова руководитель агентства обсуждала с губернатором Ульяновской области. И как раз вот этот проект с Беларуси – это, наверное, одна из таких первых ласточек». Медицинскую помощь в Димитровграде также получили жители Армении и Казахстана. С этими странами также прорабатывается вопрос развития медицинского туризма.